Первенство стартовало в марте в Радужном. В лидеры уверенно выходил Когалымский клуб. Ноябрьск с шестью очками держался на второй строчке. Хозяева площадки на третий. Теперь второй тур и встречи в Когалыме. В этом матче решается судьба серебряных медалей. В случае победы города Ноябрьска они будут вторые и Аган третий. А если победит Айсберг сегодня, то Аган тогда переместится на второе место. В первый день на Когалымской площадке Аган проиграл Айсбергу со счетом 2-5. А Ноябрьск уступил Радужному 3-4. Второй финальный тур в самом разгаре. На ледовом поле хоккейные клубы Когалыма и Ноябрьска. Мы пытаемся хвататься за каждую шайбу, пытаемся резоливать в каждый момент. В Когалыме мы уже третий раз и стренировали целый год, чтобы поехать сюда и победить. После двух периодов счет 3-1 в пользу Ноябрьска. Впереди третий. Шанс отыграться у Когалыма еще есть. Сегодня Ноябрьск очень так хорошо, я хочу сказать, выглядит. То есть молодцы парни настроились на этот матч. Конечно, я думаю, обидно им, что они вчера не смогли одолеть Радужный, потому что все-таки они готовились больше на встречу с Когалымом. И поэтому сегодня, конечно, очень они хотят реабилитироваться. Ситуация напряженная не только на льду. В раздевалке тренер настраивает на хорошую игру, указывает на недочеты. Я сотый раз говорю, не делайте эти движения, вот это все опасно. Во-первых, он травму может получить. А во-вторых, это две минуты, опять. Ребята, ну... Когалымский нападающий Егор Белов выручает команду и сокращает отставание. Счет сравнялся 4-4. Судья назначает булиты. На льду остаются только двое. На сей раз удача оказалась на стороне айсберга. Сверяли в ничейный результат и в итоге выиграли по булитам. Первый раз до кубок. Сейчас будет награждение, сейчас будут награждать за этой медальки. Основные ошибки мы отбрасывались. Неточные басы и удаление. Я с собой доволен и команда довольна. То, что я вытащил все, это было легко вытащить. Бронзовые медали и диплом третьей степени получает команда города Ноябрьска. Вторыми стали хоккеисты Агана Радужный. Они увезли серебряную медаль. И золото завоевал Когалымский клуб «Айсберг». Чемпионы поощрили также лучших нападающих, бомбардиров, защитников. Ольга Чернова, Юлиана Сотник, Евгений Скляров. Специально для новостей.